Добрый день! Сегодня мы рассмотрим Megaminx от компании Moïo, топовый Megaminx Alhun VRM. Видимо, коробочки VR, 2020 год, красивое изображение Megaminx, название Moïo, лаконичная коробочка, максимально уменьшенная, внутри Megaminx, нет привычного бокса с аксессуарами, но есть такая отверточка, карточки, карточка раз, карточка два. Смотрим, инструкция подробная, кроме Megaminx бесполезная. В пакетике видим, что кроме отверточки, магнитиков запасных нин. В пятерке они были, в остальных не помню, да, обычно везде кладут, но для магнитной головоломки это немного странно. Для чего нужен вот этот инструмент? Ну, для регулировки натяжения пружинок у Megaminx. Такая же система была на кубике VRM, система двойной регулировки. По мне, не очень интересная система, и ей я практически не пользуюсь. Да, можно крутить винт отверткой, можно отпускать потихоньку вот этим инструментом на 9 щелчков, но опять же, если ты не уверен, на каком положении у тебя сейчас находится гайка, то придется скручивать все до нуля и считать заново. По мне, система неудобная, хотя, возможно, кому-то и нравится. Я не являюсь ее сторонником. Ну и вернемся к самому Megaminx. Изначально у компании Moï был единственный топовый Megaminx, Ау Хун. Были бюджетки отвратительные, Юху, Кубинг Класс Роум, но все однотипные, даже доставать их сегодня не буду, не достойны они внимания. Вывод Ау Хун. Я на нем крутил тысячу сборок, и все было бы хорошо с ним, кроме отсутствия магнитов. У него также есть цветная версия. Мне почему-то досталось в черном пластике. Ну, это были те времена, когда я предпочитал головоломки с наклейками. Каким-то своим причинам. Потом перешел на цветной пластик. Красивый, приятный. Впервые появился кружок на центрах, тогда на Megaminx. И я все ждал, когда же делают магнитную версию. Его анонсировали. Причем я заметил, что Megaminx уменьшился в размерах, что для подобной головоломки очень хорошо. Я очень радостно его заказал. Он приехал. Мы видим, да, действительно он стал сильно меньше. По размеру он, наверное, даже смотрится меньше, чем Gun. Ну, если так прикладывать ребра, то чуть-чуть буквально меньше, чем Gun. Ну, примерно одинаково. Ну, это если по ребрышкам. У Gun здесь все вдавлено. Ребр как таковых нет. Здесь же сильно выступающие ребра. Причем они даже сильнее выступают, чем на предыдущей. Модели немагнитного Megaminx. Здесь они такие гладенькие. Здесь более острые. Хотя и не врезаются в пальцы. Но достаточно отчетливо ощущаются при прикосновениях. Я здесь собрал модели-конкуренты. Это Galaxy V2LM. Yuhu 2M, Gun. Ну, это просто как старая версия. То есть, по сути, вот четыре топовых Megaminx на данный момент. Есть, конечно, еще MGC. Но от того же бренда, что и Yuhu. И Yuhu мне нравится больше. Поэтому MGC я не рассматриваю. Он совсем крупный. Хотя в нем нет ничего плохого. И на нем Национальный рекорд России тоже ставили. Я долгое время крутил Galaxy. Потом перешел на GAN. Просто из-за того, что он посвежее. И в GAN мне, как я уже не раз говорил, не нравилось, что у него блеклые цвета. И нет возможности поменять серую сторону на черную. Как это было в той же Galaxy. Где-то черная. Вот. Я очень жду нового Megaminx от Tomofango. Надеюсь, что они ее сделают еще лучше, чем эта. Но даже Galaxy LM до сих пор актуален. И на нем до сих пор собирают вполне хорошо. Но с выходом Yuhu стало понятно, что здесь и черная сторона есть. И все отлично. И глянцевый. И великолепный. И весь самый приятный. Хоть и чуть крупноват. А у Хун. Он матовый. И цвета у него вследствие этого, либо по каким-то другим причинам, бледные. Они как бы насыщенные. Но по сравнению с тем же Yuhu они смотрятся гораздо бледнее. Но опять же из-за матового пластика. Я не нашел в себе сил открутить на нем тысячу сборок. Сборок 100 наверное сделал. Но каждая из них не приносила мне удовольствия. Давайте перемешаем. И соберем. Пора с ним тоже заканчивать. Возможно когда-то я на нем еще пособираю. Но на чемпионат я уж по-любому возьму. Либо Yuhu, либо GAN, либо Galaxy. Никак не это. Как по мне это позор серии VRM. Пусть со мной кто-то не согласится. Здесь это мое субъективное мнение. Такое ощущение, что изначально серией занимались одни люди. Создав отличную четверку, двушку. Ну все-таки неплохую пятерку. Пусть и со слабенькими магнитами. А здесь на Megaminx кого-то позвали на подмену. То есть дизайнер заболел и просто вложили не пойми что вместо магнитов. Я давал этот Megaminx своей супруге, которая уже сейчас редко собирает головоломки. Но она даже не заметила в нем магнитов. Но они есть. Просто магнитное усилие настолько незначительное, что и его не видно. Да еще и мула капит. В следствии плохой магнитной связи, либо просто строение такое неудачное, собирать на нем некомфортно. Но мы все же соберем. Начнем с чего-нибудь. Со звезды, наверное. Так. Фиолетовый. И красный. Дальше. Пара. Если у вас никогда не было магнитного Megaminx, то это вам, возможно, даже понравится. Если вы переходите на него с какого-нибудь там бюджетного, любого, немагнитного, то да, он, наверное, того стоит. Но, будем честны, он не самый дешевый. Его цена гораздо больше, чем у какой-то бюджетки. Но, тот же тип и бюджетный Megaminx Yuhu 2M во всем его превосходит. Но единственное, размер. Размер у URM, у Ahuna комфортнее. Это да. Но он локапит, и у него очень слабые магниты. Это, в принципе, все, что о нем нужно знать. Компания мою движется в верном направлении. Да, выпустила новый Megaminx спустя большой промежуток времени. Но, как-то, не в пользу тех, кто любит комфортные головоломки. Если к цветам еще можно привыкнуть, как я привык к GAN, то к магнитам привыкнуть у меня не получается. Что-то я тут слегка сбился. Не туда поставил пары. Сейчас починю. Так, раз. И вот это. Все разъезжается. Неудобно и неприятно. Владельцы Ahuna, кто со мной не согласны, напишите в комментариях, в чем же его достоинства, которые я не осветил. Понятный размер. Понятно, в принципе, наличие магнитов – это хорошо. Но продукт сырой. Вот тот же RS3M 2020 выпустили со слабыми магнитами. Но уже есть версия M+, которая, по крайней мере, на официальном сайте Мою продается. Достать можно. В других магазинах я не видел. И там магнит сделали посильнее. Почему сюда не поставить? Почему там не подточить внутри? Что там лакапит у них? Я не знаю. Так, собираем ребра. И не тот алгоритм сделал. А, еще и запутал. Сейчас пересоберу. Совсем не огорчил данный Megaminx. И лишний раз я в нем ошибся. Что сказать? Это неудачный Megaminx из топовой серии от хорошего производителя головоломок. Я его не рекомендую никому. Хотите отличный Megaminx? Купите Yuhu. Yuhu 2M. При желании к нему можно за небольшую сумму докупить черные детальки. И заменить одну из сторон на черный цвет. У этого Megaminx, который дорогой и топовый, такой функции нет. Цвета бледные, пластик матовый. Да, он, конечно, после большого количества сборок станет более глянцевым. Но пока им мне собирать неприятно. Не рекомендую никому. Не тратьте свои деньги. Вот три достойных Megaminx. Galaxy, Yuhu, Gano. Ну, у Gano тоже цвета, конечно, бледные. И черного цвета нет. Но это Gano. У него есть свои плюсы. Хотя эти два Megaminx ничем не хуже. Выбирать вам, но Аохун я не советую. Ждем нового Megaminx от Moffango. Возможно, Мою исправит свои ошибки. Но что-то мне уже совсем не хочется покупать головоломки из серии VR. Если они сделают АОЖ и VRM по тому же принципу, что и Megaminx, что пятерку, то я, наверное, даже и покупать не буду. Все-таки кубик 6х6 – это дело серьезное. Да и хороших сейчас достаточно. К тому же Shadow 2-я версия готовится. Ждем ее. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok